Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 26 том, тема «Семья». Вопрос, 3800. Почему в христианстве брак ставится ниже девства? Разве не сказано было в раю, что одному человеку плохо? Ответ Игнатия Лапкина. С этим нужно согласиться без разных «почему», помня, что есть вечное и есть временное. На брак смотрят крайне легкомысленно очень многие. Апостол Павел едва ли был когда-либо женат, а в вопросах брака разбирался вполне сходно. И он сделал заключение, что ныне уже одному лучше быть, потому что мы уже не в раю. Когда был Адам в раю, то ему песни не с кем было петь. Тогда и дана была ему помощница, чтобы поделиться впечатлениями. Адам не рассматривал Еву как объект наслаждения, когда она совершенно голой была, и он был вполне счастлив с ней без лишних эмоций. А ныне женившиеся и в замужество впавшие несут множество скорбей. Но одновременно семейная жизнь дает возможность открыться. И таким талантам самопожертвования каких от неженатых и незамужних вряд ли можно дождаться. Стихотворение Председатель дает подорожную ей, то надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик. От дверей до дверей как найти в нем родные следы. Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. И, наконец, ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченная нежности женской полна. И коллегу Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она ни понять, ни узнать не могла. Он хозяином был ее дум и тревог, запевалой лихим кузнецом. Он ли, этот бедняга без рук и без ног, с перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться от горя пьяна, повалившись в кровать головой. В голос вдруг закричала. Завыла она, где ты, Леша? Соколик ты мой! Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет, безрукий, немой? И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена. Пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она. Все втроем, поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой. Горевал ее горем колхоз. Но, как прежде, вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, Под окном раздаются мужские шаги, Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, Как, склонившись в дверях головой, Входит в горницу муж, Алексей Ковалев, С перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене, И, взглянув по хозяйски кругом, Замечает чужие глаза в тишине, И другого на месте своем. А жена перед ним не мертва, не жива, Но, как был он в дорожной пыли, Все поняв и не в силах придумать слова, Поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят И не мучают верной жены, А с войны воротился не просто солдат, Не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, Невзначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйки в обеденный час Два солдата сидят за столом. 1945 год. Лев Ашанин. Женщина — очень капризное создание, И она будет всегда искать чего-то высшего, Но не в духовном плане. Притча 21.9. Лучше жить в углу на кровле, Нежели со сварливую женою В пространном доме. Всегда так было И всегда так будет. Ты забываешь обо мне порой, Твой скучный взгляд Порой мне сердце студит. Но у тебя Ведь нет такой второй. Несвойственно любви красноречивость, Боюсь я слов красивых, как огня. Я от тебя молчанию научилась, И ты к терпению приучил меня. Нет, не к тому, что родственно бессилию, Что вызвано покорностью судьбе. Нет, не к тому, что сломанные крылья Даруют в утешение тебе. Ты научил меня терпенью поля, Когда земля суха и горяча, Терпенью трав, томящихся в неволе До первого весеннего луча. Ты научил меня терпенью птицы, Готовящейся в дальний перелет, Терпенью всех, кто знает, Что случится и молча неминуемого ждет. Вероника Тушнова В Сирах 43-14 Лучше злой мужчина, Нежели ласковая женщина, Женщина, которая стыдит до поношения. Дурную женщину любил, А сам хорошим парнем был, С врагами незастенчивым, К друзьям непеременчивым. Умел приехать к другу, Подать в несчастье руку, Поднять в атаку роту, Стать грудью в непогоду. Был и умен, и добр, и смел, И верен был отчизне, И одного лишь не умел В своей короткой жизни Взять, отодвинуть взглядом И рассмотреть как следует Ту, что живет с ним рядом, Что спит с ним и обедает. Ту, что с их первой встречи Была с ним всех короче, И жизнь его калеча, И честь его пороча. А это, с кем он жил, она, Могу ручаться смело, Что значит слово то «жена» Понятия не имела, Свои лишь ручки, ноженьки Любила да жалела, А больше ничегошеньки На свете не умела Не сеять, не пахать, Не жать, не думать, Не детей рожать, Не просидеть сиделкою, Когда он болен, Ночь, не самая безделкая В беде ему помочь. Как вспомнишь, так в глазах темно, За жизнь у ней лишь на одно Умение хватило, Свести его в могилу. А где же были мы, друзья, Тут виноваты ты и я, Молчали, замечали, Да головой качали, Мол, вроде неприлично касаться Жизни личной, Да так и не коснулись, Как умер, Лишь проснулись. 1954 год. Константин Симонов. Притча 19, 13. Глупый сын, сокрушение для отца своего, И сварливая жена, Сточная труба. Как небо тонет небосвод, И в это небо точно в сети Толпа купальщиков плывет, Мужчины, женщины и дети. Пять-шесть купальщиц в лозняке Выходят на берег без шума И выжимают на песке Свои купальные костюмы. И наподобие ушей Ползут и вьются Кольца пряжи, Как будто искуситель змей Скрывался в мокром трикотаже. О, женщина, Твой вид и взгляд Ничуть меня в тупик не ставят, Ты всяк как горло перехват, Когда его волнение сдавит. Ты создана как бы в черне, Как строчка из другого цикла, Как будто не шутя во сне Из моего ребра возникла, И тотчас вырвалась из рук И выскользнула из объятия Сама смятенье и испуг И сердце мужеского сжатия. 1956 год. Борис Пастернак. Сирах, 26, 20. Сядет муж ее среди друзей своих И, услышав о ней, Горько вздохнет. Жениться? Хорошо. Да много и досады. Я слова не скажу Про женские наряды. Кто мил, На том всегда приятен и убор. Хоть правда, Что при том и кошелек Не спор. Всего не сноснее Противные советы, Упрямые слова И спорные ответы. Пример нам показал Недавно мужичок, Которого жену в воде Постигнул рог. Он к берегу пришед, Увидел там соседа. Не усмотрел ли он, Спросил утопший следа. Сосед советовал Выниз берегом идти, Там быстрена, Туда должна ее снести. Но он ответствовал, Я, братец, признаваюсь, Что век она жила Со мною вопреки, То истинно теперь О том не сомневаюсь, Что потонув, Она плыла против реки. 1747 год. Михаил Васильевич Ломоносов. 1 Тимофею 2 глава 14 стих. И не отдам прельщен, Но жена, прельстившись, Впала в преступление. Сирах 26.19. Злость жены Изменяет взгляд ее И делает лицо ее мрачным, Как у медведя. С заповедей не блюла, Не ходила к причастью, Видно, пока надо мной Не пропоют литию, Буду грешить, как грешу, Как грешила, со страстью. Господом данными мне Чувствами всеми пятью. Други, сообщники, Вы, чьи наущения жгучи, Вы сопреступники, Вы нежные учителя, Юноши, девы, Деревья созвездия тучи, Богу на страшном суде Вместе ответим Земля. Марина Цветаева Экклесиаст 7.28 Чего еще искала душа моя, И я не нашел. Мужчину одного из тысячи Я нашел, А женщину между всеми ими Не нашел. Как женился я, Раскаялся, Да уж поздно, Делать нечего, Обвенчавшись, Не разженишься, Наказал Господь, Так мучайся. Хоть бы взял ее я силою, Или обманут был Злой хитростью, А то в воле своей доброю, Где задумал, Там сосватался. Было кроме много девушек И хороших, И талантливых, Да ни с чем взять, Видишь, Совестно от своей родни, Товарищей, Вот и выбрал по их разуму, По обычаю, Как водится, И с роднёю, И с породою, Именитую, Почётную. И живём с ней, Только ссоримся, Роднёю похваляемся, Да проживши всё добро своё, В долги стали неоплатные. Теперь придёт время тесное, Что нам делать, Жена надобна. Как скажите, Люди добрые, Научу я мужа глупого. Ах, жена моя, Боярыня, Когда умной ты родилоса, Так зачем же мою голову Ты сгубила, Змея лютая? Придёт время, Время грозное, Кто поможет, Куда денемся? Сам прожился, Мой безумный муж, Да у бабы Ума требует. 1840 год, А.В. Кольцов. Богу нашему слава, Во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова